Давайте ознакомиться. Я другой Зайцев Петр, сильно чуть менее известный и занимаюсь сильно другими вещами. Я на текущий момент работаю системным администратором в Одноклассниках. До этого я тоже был админом. Работал с FinkSearch, с ManticoreSearch, с ElasticSearch. Возможно, если появится какой-нибудь еще один search, буду работать и с ним. И также принимаю участие в ряде опенсорских проектов на добровольной основе. Собственно, когда я пришел в Одноклассники, я сказал на собеседовании, что я умею ElasticSearch. Соответственно, после того, как я освоился, поделил какие-то простенькие таски, мне пришли, подарили мне большую задачу по реформированию системы лок-менеджмента, которая там на данный момент была. Требования к этой системе были сформулированы следующим образом. Во-первых, это в качестве фронтенда для всего этого хозяйства должен использоваться GrayLock. Почему? Ну, во-первых, потому что в компании уже был опыт использования этого продукта. Программисты и тестировщики, которые этим пользовались, этот продукт знали, он им был довольно-таки удобен и было принято решение, что мы будем использовать его. По поводу объема данных, которые необходимо было пропихивать в всю эту систему, можно было сказать следующее, что это в среднем 50, 60, иногда 80 тысяч сообщений в секунду, но когда где-то что-то ломается, у нас трафик получается совершенно неограничен, то есть это там 2 миллиона строк в секунду, 3 миллиона строк в секунду, то есть любая достаточно большая величина, в принципе, для этого подошла бы. Это трафик. И также вот поспрашивав программистов о том, собственно говоря, с какой скоростью они бы хотели, чтобы им отвечал подобный сервис на их поисковые запросы, пришли к тому, что в среднем паттерн использования подобной системы это то, что обычно люди ищут за последние два дня логи своего приложения и не хотят ждать больше секунды для того, чтобы получить какой-то результат на сформулированный запрос. От админов была очень большая-большая просьба, что они не хотели и не хотят очень глубоко вникать в то, как это все устроено, а не хотят, чтобы оно легко просто масштабировалось при необходимости, и чтобы единственная штуковина, которая с этими системами приходилось периодически делать, это менять где-то какое-то железо, как такое вот неискоренимое слово, которое периодически происходит. Ну и в общем-то все. И кроме того, в одноклассниках есть одна прекрасная техническая традиция, что любой сервис, который мы запускаем, он должен переживать отказ дата-центра, притом внезапный, незапланированный и в абсолютно любое время. Эта практика далась в реализации конкретно этого проекта наиболее большой кровью, о чем я подробнее расскажу чуть-чуть позже. Итак, собственно говоря, запускаемся мы на четырех дата-центрах, при том, что дата-ноды у нас могут располагаться только в четырех, ну там по ряду бизнес-экономических причин. В этих четырех дата-центрах у нас находится где-то 18 тысяч различных инстансов, в том числе всякие железки, контейнеры, виртуальные машины, в общем, все-все-все, вот это вот-вот. И все это хозяйство пишет вот эти самые логи, которые мы хотим агрегировать и как-то использовать. И еще одна важная особенность, прежде чем я вот начну рассказывать, как мы все это строили, это то, что мы это дело запускали не на физических машинах, мы это запускали на собственном облачном продукте, который родился в эпоху до Кубернетиса, называется OneCloud, и фактически получается, что у нас Elasticsearch запускается в контейнерах под OneDocker. Вот. Ну и все это хозяйство, разумеется, написано практически полностью на Java. В общем, продализируя все эти требования, я понял, что мы будем строить примерно вот это. Общий вид решения мне изначально виделся следующим образом, что у нас есть вот определенный датафлоу, который у нас льется через балансеры, попадает на батарею грейлогов, которые преобразовывают различные форматы, там RCS log, где-то GEL, где-то там еще что-нибудь, после чего это хозяйство у нас влетает в следующую батарею Elasticsearch координаторов, которые, соответственно, дальше уже фарвардят этот запрос в релевантные дата-ноды. В общем, идея была не то чтобы особенно сложной, и для того, что, возможно, не все это знают, поэтому хотел остановиться чуть-чуть на терминологии, что в Elasticsearch есть определенное количество типов нод, в частности, это мастеры, координаторы и дата-ноды. Есть еще два других, они используются там для разных преобразований логов, там связи разных кластеров между собой, но мы их не использовали, поэтому я остановлюсь только на вот этих. Собственно говоря, мастер занимается тем, что он пингует все присутствующие в кластере ноды и рассказывает, собственно говоря, координаторам о том, куда им фарвардить запросы на запись в релевантные индексы и шарды. И кроме того, там есть еще такая штуковина, которая занимается какими-то задачами по холсткипингу в кластере, как, например, процессинг кластерной карты и вот это вот все. Соответственно, координатор, он выполняет одну единственную задачу, он принимает запрос от некого клиента на поиск и на чтение, на записи на чтение. В случае, если это запись, то он, скорее всего, спросит мастера о том, собственно, в какой шарт релевантного индекса ему это хозяйство положить и, соответственно, перенаправит запрос дальше. Датанода, ну, она очень простая, она хранит данные, выполняет поисковые запросы, которые в нее откуда-то прилетают и, соответственно, выдает информацию тому, кто ее о чем-то спросил. Грейлог, может, не все знают, что это. Это некие сплавки кибаны с локстышем, там под капотом работает кавка, там под капотом работает звукипер, он умеет из-за этого кэшировать логи в случае какой-то недоступности эластика и умеет ретроить запросы на чтение и запись. И, кроме того, там есть строенный сервис Discovery, который позволяет на основе одной доступной ноды эластика, соответственно, вытащить всю карту кластера, отфильтровать ее по определенному тегу для того, чтобы направить, соответственно, наши поисковые запросы, запросы на индексацию на те машины, которые мы изначально хотели, чтобы именно они занимались теми или иными задачами. Собственно говоря, визуально это выглядит примерно вот так. Вот это вот скриншот с конкретного инстанса. Здесь вот мы по поисковому слову выстраиваем гистограммку, там какие-то там выводим релевантные строки и, собственно говоря, вот так вот она выглядит, как рабочая поверхность. Собственно, возвращаясь к топологии того, как это все было построено, я бы хотел сейчас более детально остановиться на том, как мы строили модель индекса для того, чтобы все это работало правильно. То есть вот в этой вот картинке это самый нижний уровень. Elasticsearch data node. Собственно, индекс Elasticsearch в общем виде выглядит следующим образом. Есть вот большая виртуальная сущность, которая состоит из Elasticsearch шардов, которые сами по себе являются ничем иным, как лиценовскими индексами. Эти лиценовские индексы состоят из сегментов 1 и более. Когда мы это проектировали, мы прикидывали, что для того, чтобы обеспечить требования по скорости чтения на большом объеме данных, нам необходимо предельно размазать эти данные по данным data node. Это вылилось в то, что количество шардов у нас на индекс с репликами должно быть строго равно количеству data node для того, чтобы, во-первых, обеспечить replication factor 2, что мы можем потерять половину кластера. Во-вторых, для того, чтобы запросы на чтение, процессы как минимум на половине кластера. Время хранения по дискам мы определили как 30 дней. Возможно, мы в дальнейшем это изменим в большую сторону. И, соответственно, получается, что у нас эта информация размазана по дата-центрам. Где-то получается 120 нот в каждом. И получается, что любой поисковой запрос у нас отрабатывает, грубо говоря, в полутора дата-центрах. Говоря о распределении шардов, это графически выглядит следующим образом. Вот у нас там большим квадратиком представлен индекс. В нем есть еще два разных квадратика. Левый и красный — это, соответственно, праймер шард первый в индексе. Второй квадратик голубенький — это у нас реплика шард. Они находятся в разных дата-центрах. Когда мы добавляем еще один шард, он у нас… Блин, тут должен был быть желтый, черт возьми. Этот шард у нас, соответственно, должен садиться в третий дата-центр. И в конце концов мы получаем вот такую вот структуру, что, грубо говоря, каждая реплика шард относительно праймера шарда должен располагаться в каком-то другом месте. Собственно говоря, как уже до этого я говорил, у нас любой поисковой запрос отрабатывается половиной кластера. Ротации индексов мы сделали равной 48 часов по паттерну использование этого самого индекса, потому что именно по 48 часам чаще всего ищут. И, собственно, мы это еще сделали по той причине, что когда у нас в какую-то конкретную дата-ноду прилетает запрос, то Elastic Charge спавнит определенное количество тредов для того, чтобы его выполнить. Спавнит он их на один шард и по количеству доступных гипертрединговых кор, которые мы проописали в конфиге Elastic. Таким образом получается, что если мы будем складывать, вернее, ротировать индекс чаще, то у нас получится, что один поисковой запрос по тому же временному интервалу будет генерировать вдвое больше кэйч-то тредов, из-за чего поиск будет подтормаживать, потому что процессор не то чтобы сильно резиновый, и это все будет работать значительно дольше. Для того, чтобы получить заявленные скорости по поиску, мы очень быстро стали строиться не на HDD, а на SSD, и машины, на которых стали размещать эти контейнеры, должны были обладать хотя бы 56 ядрами, для того чтобы процессить запросы достаточно быстро. В итоге у нас получилось, что в среднем шард у нас равен где-то по весу 20 гигабайтам, и на один индекс у нас приходится 360 шардов. Соответственно, если мы их ротируем раз в 48 часов, у нас их 15 штук. При этом давайте разоберемся в том, как записываются данные в все это большущее хозяйство. Допустим, у нас из грейлога прилетает в координатор какой-то запрос. Допустим, мы там хотим поиндексировать, скажем, 2-3 тысячи строк. Это хозяйство прилетает в координатор, координатор спрашивает, собственно говоря, вот в запросе на индексацию у нас был конкретно указан индекс, но в который шард это писать, это там не указано. Соответственно, мастер отвечает, что, допустим, запиши вот эту информацию в шард номер 71, после чего данное хозяйство направляется уже в непосредственно релевантную датаноду, где находится праймер шард номер 71, после чего по логу транзакции это синхронизируется на реплика шард, которая уже находится в другом дата-центре. Чтение из всего этого хозяйства происходит так, что у нас из того же грейлога в координатор прилетает поисковой запрос. Координатор фарвардит его по индексу, при том, что эластик распределяет в данном случае запросы по раунд-робину между праймери шардом и реплика шардом. Ноды в количестве 180 штук отвечают неравномерно, и пока идет этот самый ответ, координатор копит информацию, которую в него уже выполнили датаноды, и после этого отдает, когда запрос либо оттаймаутился, либо вся информация пришла, уже непосредственно клиент. Вся вот эта вот штуковина по последним 48 часам у нас в среднем отрабатывает именно на поисках. Ну где-то миллисекунд за 300, за 400, исключая запросы, которые начинаются с лидинг вайлдкарда, потому что в таком случае у нас идет очень большая выгрузка данных, мы просто не успеваем, грубо говоря, уложиться в наш СЛО. Собственно, для того, чтобы у нас это все вот так вот заработало, мы очень-очень долго отлаживали различные вещи в этом кластере для того, чтобы все работало в соответствии с тем, как мы это изначально хотели. Первая часть проблем, которую мы нашли, это была проблема с тем, как изначально по дефолту в Elasticsearch уже преднастроена Java. Собственно говоря, проблема первая. Мы отхватывали очень большое количество ошибок о том, что у нас на уровне Lucent, когда у нас идут бэкграунд-джобы, мержи сегментов происходят неуспешно. Притом в логах было видно, что это ошибка по хипу. Мы смотрели, что в принципе рамы еще предостаточны, и не было понятно, почему, собственно говоря, эта операция падает. Выяснилось, что оказывается, мержеры люсеновских индексов, они происходят не в хипе, а в неневу. А контейнеры были довольно жестко зажаты по потребляемым ресурсам, и получается, что в эти ресурсы влезал только хип, а какие-то, так сказать, офф-хип-операции довольно большие уже не влезали. Фикс был довольно тривиальным. Мы увеличили рам в два раза, доступные для контейнера, после чего забыли о том, что вообще такие проблемы у нас были. Где-то спустя дня 4-5 после пуска кластера мы заметили, что периодически у нас датаноды начинают из кластера вываливаться и заходить в него буквально секунд через 10-15-20. Когда полезли разбираться, выяснилось, что вот эта самая офф-хип-память в Elasticsearch не контролируется практически никак. То есть когда мы контейнеры отдали в двойбышей памяти, мы получили возможность наполнять DirectBufferPulse различной информацией, и она очищалась только после того, как запускался explicit.jc со стороны Elasticsearch. При этом эта операция происходила довольно-таки долго, и за это время периодически бывало так, что кластер успевал помечать эту самую ноду, как уже вышедшую. Эта проблема хорошо описана по ссылке, которую я привел, с графиками, обоснованиями, всем остальным. Фикс был следующего вида. Мы зарезали возможность использовать Java большую часть памяти вне хип-ап операции. Мы лимитировали ее до 16 гигабайт. Таким образом получили картину, что explicit.jc у нас вызывался значительно чаще, отрабатывалось значительно быстрее. Если вы думаете, что на этом у нас проблемы с тем, что у нас ноды в самый непредвиденный момент пакета ликвестер кончились, вы ошибаетесь. Когда мы прописывали работу с индексами, мы использовали map.fs для того, чтобы сократить время поиска по конкретным жардам. Это была довольно-таки грубая ошибка по причине того, что когда мы используем map.fs, у нас файл мапится в оперативную память. Соответственно, дальше мы работаем уже с map.file, после чего получается, что когда у нас garbage collector пытается остановить треды в приложении, мы очень долго идем до сейфпойнта, и по дороге к этому самому сейфпойнту у нас в приложении уже перестает отвечать на запросы мастера о том, что оно живое. Мастер, соответственно, помечает, что нода у нас больше в кластере не присутствует. После этого, спустя секунд 5-10, он у нас все-таки отрабатывает garbage collector. Нода оживает, снова заходит в кластер, начинается инициализация шардов. В общем, все это было не очень хорошо. Для того, чтобы избавиться от поведения подобного вида, мы сперва перешли на стандартный new fs, ну а после, когда уже где-то с пятых версий эластик отмигрировались на шестые, попробовали гибрид fs, и там данные проблемы не встретили. Потом была еще очень занимательная проблема, которую мы лечили рекордно долго, где-то мы там ловили около двух или трех месяцев, по причине того, что был абсолютно непонятен ее паттерн. Иногда у нас координаторы уходили в full gc, где-то в среднем вот так вот после обеда, и оттуда уже не возвращались. При этом при логировании задержки garbage collector это выглядит так, что у нас идет все хорошо, 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 а потом очень резко плохо. Сперва мы думали о том, что у нас есть какой-то злой тестировщик или злой программист, который запускает какой-то такой запрос, который нам выбивает координатор из рабочего режима. Очень долго логировали запросы, пытались найти, собственно говоря, что там происходит. В итоге выяснилось, что в тот момент, когда какой-нибудь программист запускает большущий-большущий запрос и он попадает на какой-то конкретный координатор Elasticsearch, то некоторые ноды отвечают дольше, чем остальные. И в то время, пока координатор ждет ответа всех нод, получается, что он копит в себе информацию, которая, собственно говоря, должна, которая составляет часть этого ответа на этот самый поисковый запрос. Для garbage collector это означает, что у нас очень быстро меняется паттерн использования типа. И один JSC, который мы использовали с этой задачей, не справлялся. Единственный фикс, который мы нашли для того, чтобы изменить поведение кластеров в такой ситуации, это мы отмигрировались на 12-й JDK и начали использовать Shenando. Это закрыло вопрос, и координаторы у нас падать перестали. Собственно, на этом проблемы, которые были с Java, у нас закончились, и начались проблемы непосредственно с пропускной способностью. То есть мы пришли к тому, что у нас кластер работает стабильно, но в некоторых местах по performance еще не совсем так, как нам бы хотелось. Симптом первый, который мы встретили, это то, что на каких-то взрывах на продакшене, когда у нас резко генерируется очень большое количество логов, в грейлоге начинает в большом количестве мелькать ошибки индексации. Это происходило из-за того, что thread pool в write queue в эластике, он может на одной дата ноде до момента, как эластик сумеет обработать запрос на индексацию и закинуть информацию уже в шарт на диск, он умеет кешировать только 200 запросов по дефолту. И документация эластик-серча об этом параметре говорит, что вы его лучше не трогайте, потому что он там выверен, выстрадан и больше об этом не говорит ничего. Разумеется, мы пошли крутить это самое место и выяснили следующую штуковину, что вот конкретно в нашем сетапе довольно хорошо там кешируется до 300 запросов и большее значение чревато тем, что мы снова улетаем в fullGC, у нас уже дата нода становится абсолютно неоперабельной. Кроме того, поскольку это пачки сообщений, которые прилетают в рамках одного запроса, то надо было еще подкрутить грейлог для того, чтобы он писал не часто и мелкими батчами, а большущими батчами и как можно реже. В таком случае получается, что у нас информация, которую мы в LSD пишем, становится доступной не через 2 секунды, а через 5, что в общем-то для пользователя нашего является вполне себе адекватной ситуацией. Но у нас уменьшается количество ретраев, которые приходится сделать для того, чтобы пробегнуть большую пачку информации. Это особенно важно в тех моментах, когда оно что-то начинает по какой-то причине в другом месте разваливаться, чтобы не получать полностью заспавленные эластики и, соответственно, через какое-то время из-за забившихся кэшей неработоспособной игры и логи. Кроме того, в те моменты, когда у нас происходили вот эти самые взрывы на продакшн, которые генерируют гигантское количество трафика в Elasticsearch, у нас приходили жалобы от программистов и тестировщиков, что именно в тот момент, когда им очень нужны вот эти вот логи, они выдаются им очень медленно. Стали разбираться. С одной стороны, было понятно, что и поисковые запросы, и запросы на индексацию они отрабатывают, по сути, на одних и тех же физических машинах, и так или иначе определенные просадки будут. Но это можно было чуть-чуть обойти за счет того, что в шестых эластиках появился алгоритм, который позволяет распределять запросы между конкретными релевантными дата-нодами не по случайному принципу, по раунд-робину, в то время как машина, которая занимается индексацией, которая держит праймерию шарт, может быть очень занятой, и там просто не будет возможности ответить достаточно быстро. А направить этот запрос, например, на менее загруженный реплика шарт, который ответит значительно быстрее. То есть, возвращаясь к вот этой самой картинке, получается, что мы выключили вот этот алгоритм и включили адаптивную селекцию реплик, что позволило изрядно улучшить кьюри-тайм в те моменты, когда у нас шли большие данные на запись. И основная беда у нас была с тем, чтобы вывести дата-центр. Собственно говоря, чего мы ожидали, когда он начинает отваливаться? Мы ожидали, что если у нас в отвалившемся дата-центре находится текущий мастер, что он будет перевыбран и переедет как роль в другое место. Мы ожидали, что мастер быстренько пометит все потерянные ноды и скажет, что вот их вот больше нет, мы работаем только с тем, что осталось. Соответственно, на основании того, что осталось, он вычлент, что в потерявшемся дата-центре у нас были такие-то праймери шарды, быстро запромотит реплика шарды в оставшихся местах и у нас продолжится индексация данных. И получается, что мы думали, что в результате этого у нас будет потихонечку плавно деградировать пропускная способность, но в целом все будет работать хоть и медленно, но так же. Как выяснилось, хотели мы чего-то вот такого, а получили что-то вот такое. Собственно, как так получилось? В момент выбора дата-центра у нас узким местом стал мастер. Почему так получилось? Дело в том, что в мастере есть такая штуковина, которая называется task-батчер. Это процесс, или даже, наверное, вернее, класс, который отвечает за то, чтобы распространять в кластере определенные задачи, определенные ивенты. И там любой выход ноды, любой промоушен шарда из реплики в праймере, там любая задача на создание где-то какого-то шарда или что-нибудь вот такое вот-вот, оно попадает сперва в этот task-батчер, где процессится соответственно последовательно и в один трет. Когда у нас ложился какой-то дата-центр, пусть даже тестово, получалось так, что все дата-ноды, которые у нас оставались в выживших дата-центрах, они считали своим долгом сообщить мастеру о том, что у нас потерялись такие-то, такие-то, такие-то шарды, и такие-то, такие-то дата-ноды. При этом они всю эту информацию в текущий мастер засылали, пытались дождаться подтверждения о том, что он эту информацию принял, этого не дожидались, потому что они говорили ему об этом все вместе, после чего разумеется пытались отретравить эту самую операцию, а мастер в это время пытался отсортировать, какая же собственно говоря из прилетевших ему задача является наиболее приоритетной на исполнение. В терминальном виде получалось, что таким образом дата-ноды заспамливали мастер до того, что он уходил в full GC, после этого у нас роль мастера переезжала на какую-то следующую ноду, с ней происходило абсолютно то же самое, и в конце у нас кластер разваливался. в принципе мы делали измерение и вот до версии 6.4.0, где это было наконец по фикшенам, нам хватало вывести одновременно всего лишь 10 дата-нод из 360 для того, чтобы полностью положить кластер. Собственно говоря, выглядело это примерно вот так. После версии 6.4.0, где они наконец-то починили эту стрёмную вагу, дата-ноды у нас перестали убивать мастер. Но умнее он от этого не стал. А именно, когда мы допустим выводим 2, 3, 10, любое отличное единице количество дата-нод, мастер получает какое-то первое сообщение, которое говорит о том, что вот та нода А вышла, и пытается рассказать об этом вышедшей только что следом ноде Б, ноде С, ноде Д. И на текущий момент с этим можно бороться только тем способом, чтобы установить таймал, попытки кому-то о чем-то рассказать, равные где-то там 20-30 секундам, и таким образом управлять скоростью вывода дата-центра из кластера. В принципе, это укладывается в те требования, которые изначально были предъявлены к конечному продукту, но само по себе это довольно-таки стрёмная штуковина, и мы сегодня занимаемся тем, что до сих пор с этим явлением боремся. Вот, как когда всё уже отгремело и у нас от таймаута есть в этом самом taskbatcher все запросы, которые не могли быть запрошены чисто физически, у нас вот эти самые у нас чуть-чуть забегая назад забыл сказать, что вот когда у нас выходит некая дата-нода, то у нас получается, что распространить информацию о том, что вышла дата-нода А, это значительно важнее, чем рассказать всему кластеру, что на этой дата-ноде А находились вот такие-то праймери шарды, чтобы грубо говоря запромоутить какие-то реплики шарды в другом дата-центре до праймери, чтобы в них можно было писать информацию. Соответственно, получается, вынуждены ждать когда, так сказать, у нас от тайм-аута все пинги до вышедших дата-нод, только после этого у нас кластер начинает рассказывать о том, что вот там-то, там-то и там-то надо подложить запись информации. В конечном итоге операция вывода дата-центра у нас на сегодняшний день занимает около пяти минут в час пик. И, в общем-то, для настолько большой неповоротливой махины это довольно-таки хороший параметр, как я считаю. Собственно говоря, в итоге мы пришли к следующему решению, что у нас есть 360 дата-нод с дисками на 700 гигабайт каждый, это 60 координаторов для рутинга трафика по этим самым дата-нодам и 40 мастеров, которые у нас еще остались как некое наследие с времен версии до 6.4.0, потому что, чтобы там пережить вывод дата-центра, мы барально были готовы потерять несколько машин для того, чтобы через какое-то время получить операбельную оставшуюся часть. И любые попытки совмещения вот этих ролей на какой-то одной машине у нас тоже заканчивались крахом. Собственный бот. Да, и, разумеется, во всем этом кластере используется хипсайз равный 31 гигабайту, потому что все остальные попытки уменьшить этот размер приводили к тому, что на тяжелых поисковых запросах у нас где-то что-то переполнялось, особенно на координаторе, и, в общем, весело падало. Вот. И, кроме того, для того, чтобы обеспечить перформанс по поиску, мы старались держать количество объектов в кластере минимальном тупо для того, чтобы как можно меньше событий обрабатывать в самом узком месте, которое у нас получилось в мастере. Вот. Для того, чтобы все это хозяйство у нас работало так, как задумывалось, мы мониторим следующие штуковины. Во-первых, каждая дата-нода репортит в наше облако о том, что она есть, и что на ней находятся такие-то шарды. Когда мы где-то что-то тушим, у нас кластер где-то через 2-3 секунды понимает, что, грубо говоря, в дата-центре мы потушили ноду 2, 3 и 4, это означает, что в других дата-центрах мы ни в коем случае не можем тушить те ноды, на которых остались шарды в единственной копии. кроме того, мы из-за характера поведения мастера очень внимательно смотрим на количество пендинг-задач, потому что даже одна зависшая там задача, если она вовремя не оттайм-аутится, она теоретически в какой-то экстренной штуке способна стать той причиной, по которой у нас не отработает допустим промоушен реплика шардов в праймере, за чего встанет индексация. Мы очень пристально смотрим на задержки garbage-коллектора, потому что у нас с этим были очень большие сложности в оптимизации и настройке. Ну и стандартные метрики, такие как HIP, RAM и IO. В общем, что хочется сказать относительно всего этого в конце. Во-первых, у нас все получилось. То есть, грубо говоря, мы сумели дать нашим программистам и разработчикам инструмент, который практически любой ситуации способен быстро и достоверно предоставить информацию о том, что происходит с их приложениями. Да, это получилось довольно таки сложно, но тем не менее наши хотелки все-таки удалось уложить в существующие продукты, которые при этом не пришлось патчить и переписывать под себя. Собственно говоря, большое спасибо за внимание. Буду рад вопросам. Человек, которого я вижу. С микрофоном поймаешь? Давайте сначала вы, а потом вы. Вот вам микрофон. Спасибо за доклад. Скажите, вы говорили там, что перешли на 13-ю Java здесь и выбрали в качестве GC Shenando. Делали вы какие-то помимо дефолтных настройок что-то, тюнили, залазили туда в эту область? Ну, на самом деле все изменения, которые мы делали именно в настройках Java, я здесь на слайдах привел. И привел я окончательные варианты. Мы довольно долго пытались работать с CMS, который является стандартом для Elastic Search. Начинали мы с Java номер 8. Потом у нас были довольно долгие попытки и подпотоки различного тюнинга использования G1 GC. Ну и когда мы поняли, что все это не работает, перешли уже на по сути то, что было наиболее свежим на текущий момент. То есть это вот 13 Java и Shenandoah. Перешли мы на это от безысходности и получили неожиданно полное решение тех проблем, которые у нас были. Отвечает ли это на ваш вопрос? Спасибо. Да, у меня вопрос. Петр, спасибо большое за доклад. И у меня вопрос такой немножко философский, но все-таки он для меня очень актуален. Оправдан ли поисковый движок, движок поисковый для именно логов, вообще для хранения логов, для поиска по логам не слишком ли дорого? 360 нот и 60 координаторов? Скажем так, если есть команда людей, которые готовы писать UI, UX, все вот эти веб-интерфейсы для пользователей и прочего разного, стоило бы, может быть, взять какую-нибудь другую технологию. Например, кликаус является в этом плане наверное более производительным решением. Но когда таких возможностей нет, как говорил Висон Черчилль, демократия это не очень хороший строй, но он единственный вменяемый, который у нас есть. Это также и с Elasticsearch попытки построить подобную штуку при заданных параметрах на чем-то, что я встречал, бы скорее не получилось, чем получилось. То есть да, это оправдано. Там просто надо чуть-чуть изменить философию того, что Elasticsearch хорошо работает тогда, когда есть допустим не 3-4-5 больших толстых инстансов, а когда у нас их максимально много и они сами по себе очень маленькие. Так тогда это получается решить. Вопрос справа. Пониже. Вопросы небольшие про деплой. Ты, кажется, вначале скольф упомнил про контейнеры. У вас в контейнерах все, так? Да, да. А на какой платформе? Это в кубернете? Нет. Дело в том, что в одноклассниках вопрос того, как строить облака, начались до того, как начался хайп вокруг кубернетиса, и там используется самописный продукт, который называется OneCloud. Да, он оперирует докером, имеет там определенные свои плюшки, но теоретически то, что я говорил, за исключением помучаться с мониторингом, это полностью переносимые на кубернетис. Последние два дня говорим все про операторы кубернетовские для баз данных. Есть ли что на рынке для эластика? Честно говоря, здесь не подскажу. Скорее всего, есть довольно популярный продукт, скорее всего, кто-то уже написал, но вот без Google не отвечу. Ясно. Еще, друзья, первый ряд, пожалуйста, а потом восьмой. Я не угадал? Привет, Петр. Отстаньте, мы вас будем лучше видеть. Спасибо большое. Или ладно, не вставайте. Еще раз привет, Петр, спасибо за доклад. Я так понял, у вас один кластер размазанный на несколько дата-центров. Соответственно, вопрос возник следующий. Пытались ли вы использовать несколько кластеров и искать через cross-cluscer search? Если нет, то почему? Поделитесь. У меня было очень много мыслей о том, что дано его к черту с вот этими большими кластерами, потому что большая часть проблем, которые я озвучивал, в кластере буквально вдвое меньшего размера не встречается в принципе. И да, были идеи для того, чтобы построить мультикластер, соединить их к этим самым четвертым типом нот, о которых я сегодня не рассказывал, и иметь в этом плане свое счастье. Но, к сожалению, фронтенд в качестве грейлога не умеет с этим работать. То есть на уровне вот этого продукта грейлога мы, к сожалению, были просто прибиты гвоздями к тому, что это должен быть один кластер. А переписывать это поведение совершенно не хотелось. Было, грубо говоря, значительно проще построить вот эту большую махину отладить. Не проблема, чем городить огород с вот этими самыми небольшими кластерами. Как-то так. Я зашел на грейлоговский гитхаб, увидел там собственно говоря ишью на тему того, что мы хотим мультикластер, посмотрел, что ему уже то ли два года, то ли три года и понял, что форсировать эту задачу своими силами как-то не хочется. Вот. Так, давайте так. Первый ряд раз, два, потом второй. Просто помашем Петербургу с Новосибирском. У них там нет вопросов, но идет нетворкинг. А потом возьмем галерку. Ура! Впервые за два дня. Поехали, пожалуйста. Я продолжу вопрос про контейнеры. Вы говорили, что запускать надо где больше 56 ядер на машинах. Вот. Как у вас получается контейнер на одной железной физической машине один контейнер распускается или вот как и там 700 мегабайт диск был? Да, да, да. Мы стараемся, вернее, так сказать, в политиках размещения контейнеров в облаке мы прописываем, что, во-первых, то место, где мы размещаем контейнер, должно обладать более чем 56 укорами, во-первых, и второе, что там не должно быть никакого другого контейнера, который содержит в себе даже намек на название Elasticsearch, потому что если они начинают делить между собой процессор, то мы получаем большую деградацию по перформации. Привет, спасибо за доклад. Мой вопрос тоже на самом деле будет про GC и иммиграцию. Вчера был очень близкий в этом смысле доклад от коллеги из Амазона, который рассказывал, как они переезжали с 8-ой джавы на 13-ую. И среди прочих он напомянул, что даже когда они переехали на 13-ую джаву, они не стали иметь гарбеш-коллектор, они остались на G1. Я спросил его, почему? Ведь там есть ZGC, там есть Shenandoah, и он сказал, что они не стали этого делать, потому что эти гарбеш-коллекторы плохо справляются с высоким локейшн-рейтом. Они не основаны на поколениях и так далее. То есть с точки зрения JDK, но при этом на G2C остались на старом. Вот хотел спросить, не было ли у вас такой проблемы, может быть у вас с локейшн-рейтом все хорошо? Я воспользуюсь помощью зала, буквально за вами сидит наш главный инженер, который ответит на данный вопрос значительно круче, чем я. Передайте, пожалуйста, микрофон Олегу Анастасию. Я думаю, что мы в дискуссионную зону идем, потому что это вопрос про джаву, а не про эластик все еще по большей части. Окей. Красота, стрелки забиты. Галерка, пожалуйста. Приветствую, меня зовут Григорий Остров с компанией Brand Analytics. Ты не похож на интроверта, почему ты сидишь так высоко? А потому что отсюда хорошо видно. Хорошо, будь добр. Все просто. На самом деле мы сейчас сидели и ностальгировали, потому что мы прошли практически весь такой же путь. Нас на текущий момент кластер приближается к ста терабайтам. И у меня вопрос немножко уточняющий, просто интереса ради. Вы не уточнили, сколько у вас данных в количестве, то есть средний объект, средний вес объекта, насколько сложный маппинг и как вы производили обновление с версии на версию, учитывая, что индексы они, конечно, обратно совместимы до определенного уровня, но… Вопрос на самом деле очень большой. Тут стоит сказать, что я, когда составлял вот эту презентацию и готовился к докладу, я вот все думал, что же в него впихнуть, а что нет, потому что по-хорошему там кластер большой, в нем доклада на три. Говоря о миграции и о мэппинге, собственно по-хорошему мы взяли именно то, что изначально поставляет грейлок. Что мы там тюнили? Мы занимались тем, что и сейчас занимаемся тем, что выставляем различные приоритеты на восстановление индексов. Это индекс priority recovery или как-то вот так вот называется параметр. Вот. Когда и собственно что мы там еще делаем? Да в общем-то все. То есть мы по сути используем дефолтный мэппинг, который нам предоставляет грейлок. То есть это индексация всех полей кроме message, потому что он слишком большой и в таком случае у нас индекс получится непомерных размеров. Вот. И относительно вопроса, говоря об объекте, речь о шарде, о индексе или о люциновском сегменте. Я имел ввиду один объект, одна запись. А, в этом смысле. Тогда я не совсем понимаю вопрос. Можно его перефразировать или может быть переместиться в дискуссионную зону? Смотрите, вы говорите у вас 200 терабайт кластер. 200 терабайт это суммарное вместе с репликацией совсем и соответственно интересен вес одного объекта, то есть чистая полезная нагрузка хранения. В смысле вес одной строки. Ну, блин, на самом деле довольно сложно сказать, наверное, у нас будет очень сложно вывести какую-то норму, потому что с одной стороны, когда у нас прилетает одной строкой какой-нибудь гигантский стек трейс, это, грубо говоря, один объем. Когда у нас прилетает какое-то среднее сообщение, допустим, о том, что, не знаю, там, инфа, что-то там, это совершенно другой объем. В принципе, я встречал строки, которые там размером килобайта 2-3 бывает. Это вот в предельном размере, вот сколько там в среднем, честно говоря, не скажу, потому что не было необходимости производить такой анализ. Друзья, еще? А вот смотрите, еще раз и два. Насчет апгрейда был вопрос еще. Не доответили, да? Можете напомнить, что про апгрейд? А, все, все, Я вспомнил вопрос, на самом деле, когда мы апдейтились там с 5-6 что-то там, на 6 там, что-то там, вот как-то так получилось, что мы проблем не встретили совершенно никаких. Мы пошли по инструкции, которые, собственно говоря, предоставляет компания Elasticsearch, чуть-чуть модифицировав, что там, сперва мы выложились там на одном координаторе, где нету никаких данных, чтобы посмотреть, как оно вообще себя ведет, после чего это распространили на координаторы, потом взяли мастеры, потом несколько датанод, и вот так где-то за две недели потихонечку постепенно переползли с одной версии на другую. И каких-то приколов и спецэффектов от пользователей и влогах мы не нашли и не получили. Петр, спасибо за доклад. Если я правильно понял архитектуру, как у вас выстроено… Подождите, где вы? Махните. А, вот. Если я правильно понял архитектуру, у вас реплика фактор 2. Это значит, что primary shard, как и его реплики, могут попасть в один DC. Поэтому вопрос, а как вы рулите локацией, что, кажется, потеря DC может привести к тому, что у вас индекс покраснеет? Дело в том, что мы тегируем ноды по их типу, то есть, соответственно, это data, это координатор, это мастер. И навешиваем еще дополнительный тег по имени дата-центра. Дальше у нас просто в lastx.org работает политика, что в рамках получается одной зоны нельзя размещать оба вот этих primary и реплика объекта. Это гарантирует то, что они либо не будут аллоцированы вообще, либо будут аллоцированы в разных местах. Отлично. И финализирующий. Павел Безруков, большое спасибо за доклад. Смотрите, решаю задачу, есть большой индекс, там 5, 10, 15 миллионов. Хочется увеличить производительность одного запроса. Есть кластер эластика. И слышал несколько рекомендаций. Первая рекомендация, подбирается количество шардов на количество нод. Вторая рекомендация, подбирать количество шардов на количество ядер. что посоветуете? Я посоветую во-первых анализировать за какой интервал времени нам требуется результат. Чем быстрее, тем лучше. Не, 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 не. Я о том, что, грубо говоря, индекс у нас во времени простирается, допустим, на день, на час или на неделю. За какой интервал данных нам это интересно? Мы ратируем индексы? Это не логи, это продуктовый индекс, каталог. Хорошо. В таком случае я бы сказал, что да, нам лучше держать один шард на одной ноде, а дальше, грубо говоря, ориентироваться по тому, какой у нас сторож. Что, грубо говоря, если, допустим, у нас SSD, то нам имеет смысл повышать концентрацию кор на шард. Потому что, грубо говоря, мы не упремся из-за этого в дисковое ИО. Если у нас это кручащийся аминт, то тут надо поэкспериментировать и вычленить какую-то оптимальную концентрацию кор на шард при текущем дисковом хранилище. А разве Elastic не ищет по индексу параллельно? То есть координатор отправляет запросы на каждую из нод. Если будет партиция поменьше, то вроде как должно отработать быстрее. Плюс, если у нас есть несколько ядер, то они могут это выполнить параллельно? Я объясню, в чем дело. Дело в том, что когда Elasticsearch запускает вот этот самый поисковой запрос, допустим, на одной ноде, и поисковой запрос у нас аффектит, допустим, два шарда, то получается, что для того, чтобы из этих шардов прочесть, он спавнит, ну, допустим, у нас там 50-ядерный процессор, он спавнит первые 50 трэдов для чтения из одного шарда и одновременно с этим еще 50 трэдов на второй шард. То есть у нас получается, что у нас на 50-ядерный процессор получается 100 трэдов. В наших экспериментах выяснилось, что значительно быстрее мы получаем ответ в том случае, если у нас не происходит вот такого переиспользования процессора. Спасибо большое. Супер. Спасибо большое. Скажи, кому мы дарим почтительный приз за лучший вопрос? Кто там был с сложным вопросом по поводу… Вот вроде бы вот там вот сверху спрашивали про миграцию и про мэппинг. Сосед сверху. Да. Отлично. Почтительный приз уезжает на галерку. Для тебя у нас тоже есть супер памятный приз. Спасибо огромное. Красавец. 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 Продолжение следует...